Блядь, у меня кончилось. А, у меня нету, дай мне. О, блин, блядь, то тебе мешает. Эй, ты саму не у тебя сейчас собрут и возьмут, у меня в банке лежат. Эй, а у тебя уже нет. Эй, это сейчас мы тебя делим соброт, один. Ты заебался уже брать, нахуй, у меня битснак лежит. Ну, потому что сейчас пока туда-сюда, мы будем долго ждать. А, щит земли на кого тут? Кто тут больше всего урона получил? На танка. Он вообще развалился, вперёд. Всё, ты готова. Прист на бафы. Смотри, танк будет отрываться, вообще пизда. Смотри за ним внимательно тоже. Вот, рыбку покушай. Конэ, конэ, конэ. Я тебе скажу, когда у меня будет восемь стаков, стаунтишь. Хуя, пока не понятно, но очень интересно. Ну, главное, чтобы он прожал. Поначалу хилить вообще нехуй будет, но когда на счёт кона появляться, ты охуеешь хилить. Давайте, подходим. Можешь незыбку просто прожать. Она как раз... Время нести. Просто стойку неизыбку отдал. Пять, четыре, три. Давайте мне пугай. Мы тут сидим уже два часа, ебая. Ихона рано. Чё, Вейл? Да дали уже, дали. А, у меня двадцать семь минут. По двадцать семь секунд. Да всё вот. Оба щиток пока держатся, можешь не убегать. Обновлю, я слышу. Обновляю. Валера, выбеги. В трусы. А то закончится она тебе порча. Можешь обратно забежать. Ага. Нахожу меня. Ага, хожу, ты в комнату попадёшь. Давай, когда будешь заходить, скажешь, мы тебя обдотаем, дадим все бафы, к тебе есть. Крут, большой шот. Минус схожу. Зато в комнату не надо будет заходить. Да. Монки, ты можешь не вставать там. Вот, смотрите, всё. Вот, как подаван разваливается, подымите. Забирай, забирай. Эээ, это зло мне без меня ещё обьёт. Кто-то за лук. Да, в комнату и без у нас так раздамажено. Да, походу, потому что хохор. У меня семечка 14к кританула. Когда семечка взорвалась, там два злобных появились. Понял, понял. Две семечки по 14к. Бля, пизда какая-то, я хуй знает. Что-то я подзаебался эту хуйню, блядь, уже тупить. Давай ластрая не получается, пойдём тогда наоран опробовать. Получайся. Эээ, я, я, я наоран. Всё. Это всё. Я наорану не буду, мне на работу завтра. Всем на работу завтра. Всем наработывать. И чё, блядь. И чё, блядь. Валера, чё, блядь, хилить? И чё, блядь, хилить? Ну вот сейчас, когда чё-то, не знаю, прям резко всё здоровье в ноль. Ну да. Что видишь? Если я спекнусь в хила, ОФДД, я буду ещё один ДДшник, который стоит на ранже и который себя охуенно захиливать. Я сам себя могу прохиливать. Ну, блядь. Потому что я ШП. Типа смотри, Жень, если кто-то умирает в комнате, начинается ужас по хилу. Если в комнате никто не умирает и не появляются вот эти большие дебилы, то по хилу всё адекватно идёт. А почему мы не поставим ШП и Локла просто? Двоих и всё. Давай, я говорю, я спекнусь попробую щас ШП. Ну давай. Что щитов не будет, это плохо, конечно. Поднимите, пожалуйста. Ты жопа ленивая. А почему хожу умер? Объясни, ты мне как-нибудь. Пролетел метеор. Ну, метка просаживает ХП. Она усиливается, каждый тик. Да, я хожу у нас ватный просто. Да, прикинь, сколько нахуй метка демона и метеора, тоже ещё подливает. У меня есть починиться у кого-то. Могу джипса поставить. Сейчас. Что ещё раз? Перебегу. Да, в информации пишу, что семечко убило семнадцать тысяч. Ну, значит, ёвно семечко. А, блядь. Тебе на рассылочке была и метка, может быть? Нет, была только метка. Слушай, а если на них семечко, и я им даю щит, и на них падает метеор, семечко-то, бля, взрывается? Ну, конечно. Это если, типа, щит просаженный. То есть, получается, оно должно сойтись так, что у тебя щит просаженный. То есть, там один кого урона, условно, по щиту. И остальное улетает семечко. Нет. Щит, когда прилетает метеорит, у них остается где-то двадцать процентов. Если без щита. То есть, по сути, это где-то тысяч семнадцать. Я, конечно, тупой, но всё-таки семечко считается таргетным скиллом или АОЕшным. Таргетный, который взрывается. А нельзя? Ну, я, конечно, это бредовый, но вар не может с талантом просто срефлектить обратно. А у нас варов нет. У нас варовишь? Нет, я имею в виду. Нет. Метеор всё равно на импакте спавнит бесов. Нет, я сомневаюсь. Нет. И так выёбываться, ну, типа, извокачиваться смысла нет уже. Если босс выбирает, ну, игрока кидает на него семечки, именно выбирая, то это рефлектится. Должно рефлектится просто. В смысле? Но он может тебя никогда и не кинуть в вара. Нет, нет. Вара с талантом действует на всю свою память. Нет, не надо, не надо вот это вот. Смотри, давай тиром. Сейчас у нас шп и лок встанут, и всё их не пробьёт. Потому что у вара КД, смотрите, Валер, у вара КД большое, а семечка вешается очень часто, поэтому это бессмысленно от того, что мы одну семечку просто уберём. Прочините всё. Нет, я просто не знаю, как вешается часто. Часто, но даже сейчас видел, что очень часто вешалось. Может, РДТ вот так станут? Смотри, волк, я вот так. Я чего, волк? Двое. А, думаешь, волка будут поярить? Не, 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 не. Вот метку волка и другой за меня вот так. Чтобы, типа, на месте волка встал ты, а на месте монки встал я, типа. Ну да, 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 можно так сделать. Обычная тактика, блин, пиздец. Да, разберёмся. Да он мне кажется просто что-то переапан и да и всё мы везем. Не, не, не. Просто мы немножко не смажено работаем. Вот именно. Что, давайте РЧ, вроде... Сейчас смотри, я, допустим, стою в кресте. Ты стоишь локал в квадрате. Мы с тобой вдвоём ловим петеоры. Мобы бегут, получается, гвоз ещё череп поставлен. Здесь надо было на меня их создать, ну вот. И... Нет, волк. Я в хиле. Войд, она, Войд нас будет менять. Потому что метки может верить, и нужно будет, чтобы один выбежал. Сразу два человека, имеешь ввиду, когда с этой хуйней? Ну, типа, да. Что, если вероятность такая будет, что, типа, мы вдвоём будем в медитации, то надо, чтобы один пришёл. В медитации одновременно не может никто быть вдвоём. Нет, не будет не так. Так не будет. Да, да, да. Так что стоим? Ну, доставка. Да, ну, ждём. А, у него ждал, он же говорил, что доставка. Ну, вот. Мы с тобой вдвоём стоим, ты ушёл в медитацию, я продолжаю ловить метеоры. Ты вышел с медитации, я зашёл. То есть у нас только так будет. Дайте каску восьмиминутную, восьмипроцентную. А я всё у кого? Мне, конечно, ну, пока вот человека нету, смотрите, мы встаём в черепа. Почему у тех, кто стоит далеко, летит именно метеорит? Почему так? Ну, логика такая. Да, механика такая. Что он кидает метеорит в тех, кто на ранже. Ага, понятно, хорошо. А тогда, если все стоят под боссом? Ну, я так понимаю, он кинет под босс и все получат пизделей. 20 тысяч урона. Какая-то логика странная. Если, то есть, стоят на ранже, то он кидает ранжевиков. А чтобы все не вставали под боссы, логика. Ну, семечко в любом случае надо выносить будет, поэтому семечко придётся выносить. Семечко сейчас вам обязательно надо выносить, потому что щитов нету. Ну, семечко можно вынести, типа. А вот если все в миликем встанут и метеор пролетит, он пролетит во всех. Да, понятно. Хорошо. А как понять то, что вы говорите комнату? Как я понимаю, он вешает на кого-то клеймо? Метка демона. Он вешает только на тех. Ты можешь забить хуй. В принципе, тебя это в любом случае касаться не будет. Ему знать надо же. Он просто... Короче, Валер, смотри, по поводу комнаты. Типа на тебя вешается метка демона двухминутная. Через минуту, через минуту как повесилась, тебе появляется кнопка. Как на смотрителе с молотком. У тебя появляется кнопка медитации. Ты говоришь, что ты уходишь в медитацию, тебя должны похилить. Ты нажимаешь медитацию и ты уходишь в точно такую же комнату, где стоит бес, который, знаешь, маленький бес, его помощник, который в обычной карьере. Киллрэк. Да, киллрэк. Там вот этот бес у него в районе 160-180 тысяч хп. Его нужно убить и не умереть. Тебя там бьет очень сильно. Прохиливаешься ты тем, что ты бьешь беса. И вот где ты ударил беса, в каком месте стоял бес, под ним появляется шар. Ты берешь этот шар и отхиливаешься на половину хп. То есть и механика такая, что ты должен его убить. Но при этом бес тебя бьет очень больно. Примерно половина хп с руки. И тебя еще бьет дота. Это сама метка. То есть механика такая, что ты должен очень быстро как-то постараться или откайтить, убить беса, она прохиливаясь с ферками. То есть вот такая комната. Короче говоря, могу там легче всего. Брян, у меня ферр только на 8 секунд, а сковывай я не смогу кинуть, потому что бьет он под дотами. Ну вот, что он тебя будет лупить конкретно. Эта метка усиливается, как агония локовская. Если долго бьешь. Да, и поэтому, когда медитация появилась, нельзя, чтобы челик стоял, ждал чего-то. Нужно сразу нажимать. Потому что если он просто стоит 10 секунд, то в комнате будет отрывать пол ебала. Я получаемый дебат, только не успел дочитать, который со сверок идет. Там вроде что-то было написано, что с каждым стаком у тебя на 1% уменьшается урон получаемый, и на 2% увеличивается хил, по-моему так. Я точно не до конца просто не стал. Я понял, как надо с этим бесом. Надо прям в него вставать, не надо от него бегать. Потому что все сферы у него появляются. Ну да. Нет, тебе нужно бегать от него, если ты можешь его отконтролить. Типа, как я. Я даю фир и стою на ренже бью его. Пошел подхилился, дал ему фир, пошел бью. Метка тебя дамажит, понимаешь? А шарики возле него появляются. Я тебе объясняю, что я могу его зафилить и пойти похилиться. Так он тебе имеет в виду воид, что ты когда под боссом стоишь и бьешь, сферы вылетают, сразу тебя захиливают на фул. Ну да. Но при этом, если ты его не контролируешь, он тебя лупит, и это бессмысленно будет стоять под боссом. Ты на фулах хилишься то. А так, ну метки, под тобой шары полагают. А так, с твоего контроля, шары где-то там. Да, ты понимаешь, что играя локом, ты не так, что успеешь гастануть так, чтобы у тебя сферы быстро спавнить. Ну а дотки? А какие доты у дестрика? Порча. Давайте бить, давайте бить еще раз. Она скорее всего не будет дамажить так. Я где стою в итоге? Ты нигде под боссом. Порчу не выносим в треугольник, да, ты понимаешь? Порчу выносим в треугольник, да. Выносим, сейчас не ждем ничего, сразу выносим. Я понял, понял. Там Коба отошел, подождите. Ну я поэтому и проверил. Стойте, стойте, пожалуйста, так, чтобы свечки не загораживали. Ну, но пути не были. Вот ты мне отсидишься, что беспокоит? Ой, блядь, не кинет ли он метеор в трусы, блядь? Ну раньше же не кидал вроде. Нет, не должен, это твоя идея. Мне кажется, там милизона считается почти, блядь. Ну ты, брат, конечно, скинул кару Гера, а на картинке кару оптим. Вообще, знаешь, количество ртдшников в 25-ке 8 человек, а в 10-ке 3 человека. То есть если 3 самые удаленные цели, они считаются ртдзоной. Блядь, ну 22 ляма с половиной, ебать, что так много, нахуй? Ха, смотрите, а танчит-то анхоли? Да, кстати. Собегайся. Уже. Это два танка там, по-моему, нет? Нет. А там два ретрика еще. Да, там два танка. Два танка, два ДК. Ну, ждем кобл, да, пробуем. А у них милики стоят, смотрите. А, у них рога стоит, да, получается? У них два ретрика, маг, шаман, два ДК. Да. Я понял. Они, короче, сдают этот купол антимагический. Нет, на пачке трэша. Чтобы порча не лопалась или что? Не знаю. Не знаю. Они же магией хуярят. Ну, понятно. Попробуй сдавать его тогда ПКД. Нет, я понял про сдачу. Мы просто не на первую, не на вторую пачку это все прохиливается. Там нужно где-то на третью или на четвертую. После комнаты. После комнаты, да. У них один танк или два. Два. Ладно, давайте. У нас уже вернулись. Потому что у нас более-менее живучий танк. Чем у них. У нас урона, блядь, не хватает. Убить их. Убить их. Убить их. Убить их. Ну, блядь, не они, что-то. Я просто скилл. Забей. Войт, прием. Тихо, тихо. Тут все, блядь, даю счет на пол. Где там, подождите, блядь. Вахнусь. И поехали. Набухиваетесь. Просвечки не забыли. Два. Сейчас мы тебе их в жопу вставим. Геро. А, блядь, я совсем не скалил. Да. Хотя семечко. Выхожу. Выхожу, у вас не семечко. Он же тут. А я звук. Угу. На всякий случай дублирую. На мне семечко, похуй. Забирай. Бля. Как дебаф половите, скажете, кто в комнату. На мне бесы. На мне метка. Бесы, бесы. Я сейчас сконтролил, типа из-за того, что бил. Не-не-не. Порвало. Бр делать? Да-да-да. Все, Бр. Да-да-да. Бесы стоят далеко очень. Бесы не заливаются никакой. Меня съела. Дай. А, понятно. Там большой появился, она супила. Понял. Не вставайте, Маслезги. Сейчас, короче, фигня была, что на Жене бесы заспаунились. Они стояли на нем. Три перед ним и один стоял на постаменте. Поближе, можешь немножко подвинуться и не бить. Да. Да-да-да. Слушай, может все-таки гоны спекнем? Да, спекать. Надо второй танк по-любому. Короче, прикол такой то, что... Подожди, подожди секунду. Вставайте быстрее, пока босс треснет. Все в оба. Как только... Той демон, вот этот бес. Бесс. Семечка начинает еще больше критовать. А, до этого она без беса, она критует 9-10 тысяч. Тут она критует почти 15 тысяч, семечка. И то есть два таких семечка и почти все лопаются, кроме танков. Без, значит, бес появился от того, что... Он испекайся нахуй. Эта хуйня. Ударила по этому. Попробуем. Попробуем. Блядь, ну мы так без... Ну, блядь, бес еще просто появились в очке. А чуть подвину метки. Так. У них там 4 человека вообще не пиздят. В смысле? Не пиздят? Ну... А, то что стоят в этих... С семечками стоят? Да. Там кто-то стоит вдалеке. Фурик, по-моему. Рога. И рога, да. Семечки типа ловят. Какие семечки? Метеоры, наверное. Метеоры в метеору стоят. Они ловят метеоры и заходят в комнату, чтобы выходили. Один из них рогов. Один из них рогов. Я так понимаю, скипает комнату, да? Там по КД нету... Понимаешь, браса по КД даже если ее заят, встанется всего один раз. Потому что у них там два взвешивается. Там два роги. Понимаешь? Два. Они стоят, не дамажат, тупо комнаты и метеориты ловят. А, это роги? Да, это два роги. Посмотри на миникарте. Два желтых. А, да-да-да, я не обратил внимания. Да, что они заходят... А, они, наверное, заходят в комнату, нажимают ваниш и выходят? Да. Походу. Хотя, ну, может быть. И убивают. Они либо... Они и ванишем, и убивать могут, короче. Они же быстро бьют, типа. Ну, рога, тем более, рога может контролить. Вроде есть чип-шот, есть кидный, есть кауч. Зачем прожимаешь ускользание, да, отпиздил его? Нет, просто, чтобы... У тебя при усказании он все равно может попасть по тебе атаку. Он по тебе 100% не попадал, потому что он тупо будет в тамлоке стоять. Ты будешь стоять в нем, получаешь сильный хил. Ладно, просто. Давайте бафаться. И он тебя не бьет. Рыбучая я ставил. Ставил рыба стоит. Больше травя, встанем умнее. Коба подаван, покушайте. Хожу. У них вообще какой-то АФК геймплей, блиц. Я смотрю, просто пиздит манекен. Они что-то шарит, они что-то не шарит, нахуй, блядь. Не вдук. Ну, они пока понравились. Выбегают все равно. Каз, куда тебе посьмипроцентно? Нет, они не выбегают. Ну, а че это все хилит? В смысле, они не убегают в порчу? Нет. А там два ДК, два ретрика, там эти вас раскалываются. Понимаешь же, нахуя выбегают в порчу, если демоны, сука, в другом месте убиваешь. Не надо, они пизди, они под боссом убиваются. Значит, им дается стан по-видимски. Так они все равно взрываются в стане. Да. Уже проверили уже. Суть в чем... Не взрывают. У них взрываются чисто мелики. Видите, у них два РДД стоят сзади босса всегда. Да... Ну ладно, допустим, вот метки, да, давай сделаем. Не будем выходить, как вы говорите. Тогда у нас хожу, например, становится в трусы. Кто у нас уводит, да, еще? Уводит становится в трусы. Я, и я тоже. стоит луне и вы стоите потом дамажите амелика как били так и бьют и метки не выносим порчи пусть не выносят а вот rdd там можно подтолкаться друг с другом уже стоят так чтобы даже взорвались достал то чтобы 4 метра типа они как стояли так стоят америке стоят взрываются до америке взрывается их там урона zero получает только паладина но и похоже я не понял семечка до самого конца протекла она не взорвалась это чё потому что дц скорее всего не нанесла 45000 до поэтому они так и стоят бля ну тогда нам по-любому нужен тут иначе тогда никак точечным хилом есть попробовать тогда валерна кавалера маскин и тебя дц просто как предложение я уже пробовали ну чем да опять так же я просто не такие мощные щиты как у них вот и все насколько у тебя щит на 9 куба дай по мне кулак 3 300 спд я думаю что если ты на спд пишешь на собрать на собрать ну конечно это мало чем поможет давай перебью на спд просто я тут смотрю хулепал стоит под боссом просто его видит авто так и регент ману ему еще похуй на эту семечку просто похуй их уж нам тоже должно быть похуй и мы слишком паримся рдд все равно стойте как я поставил пометка брать в кресте в грязных на тогда войд становись в крест хожу ты также в трусах а будешь стоять или который заходит на медитацию перед тем как зайти ему щиточек дают и все равно мы отдыхаем на фу этой комнате я уже я уже нормально более-менее нет я не чакал давайте его пить уже куда давайте мы уже долго войт 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 там александр зашла не позоримся что зашел я девушка она уже давно там сидит войт и в кресте не она заходит выходит заходит погнали встаем в череп тетка девушка вы про анхоли говорили да нет про другую там две александры тихо тихо депутат у нас я бы не будь талай кона т забрал тогда заливайте по фокусу я в будущем что там по комнате и не будет по тебе скажешь как будет заходить поляра оплылся на ход он стал сыграть постула подала либо в блядь я не слышал что ты заходишь никто не дал забрал меня убило мне дикие бесы нахуй а нет семя-семя появились так много потому что слишком близко стояли порчи которые взрывались так мы же не выбегали ну так значит где-то взрывалась порча где-то на танке давай посмотрим полученный урон так подаван семя порчи 8000 кона семя порчи 8000 ну это хуйня это мало ну да а на ком а мне опять 14 кретануло я не ебу короче такой ебаный босс на ком уже все понятно вся логика не знаю видно что если порча взорвалась из-за дела кого-то из пати рейда то значит все появляется злобный бес значит повзрывалось очень много порчи поэтому злобные бесы и она появлялись но они как цепная реакция типа одна взорвалась все нахуй понесла а взорвалась она по причине какой ну значит видимо чип не выдержал чип не выдержал скорее всего и там пошел видимо очень большой урон а никто не взорвался хилить вообще не хуйня я не спорю да да даже если именно сами бесы если взорваются то я это в соло даже прохилил Женьки там даже в мили-зону не надо париться я это вообще 24 хила ёбаный народ да ну да а а давайте просто всех в хилов короче поставляем и все не я предлагаю не ебаться типа убивать рано в следующий раз а здесь без нормального дц ничего делать ты думаешь прям дц там затащит тысячи лишнего пока не взрывается нихуя вообще хилить нечего мы блять я не знаю курим ты посмотри как играет вот люди вот пишут они как говорится скинули видос они стоят афк просто бьют манекен они бьют на полном серьезе манекен там просто я не знаю никто даже не двигается вообще просто никто понимаешь они они миликов отправили ебать в комнаты насколько похуй так давай белика в комнату дело не в этом дело в том что лопаются щиты взрывы бесов не удержим так лопаются они дело не в раз дело не в комнате вы слышите так давай миликов поставим на рейдж наху как я предлагал только я одного предлагал поставим двоих блять и пускай они этих ебаных бесов ньют наху рдд стоят возле босса спокойно спорчей блять и в них не будут бесы блять сбивать им щитки блять и все блять я мог поинцам зайти ему вообще похуй я этого беса предлагаю чтобы милики встали в крест и квадрат и тупо стояли бомбу кури так не заливали вот эти пять мобов а как они их будут заливать вот до него кинулось семечка да он залил мобazon взорвалось в блять появились бесы ну его наху разорвал они не должны ничего делать часов не должны уйти бесы они не коху заливать у них согнется семечко и никого то зальют нахуй они взорвутся блять и семечко лопнет угу короче кто сборчить должна пока уходить правильно по идее да я понял почему не так взяли грамма видишь роги могут нанеси мячка они кожи поражали роги да и кожи прожмут и так и в куче нет но это понятно но так грубо говоря ты кожи прожал имеется ввиду эти люди которые стоят стороне 2 роги они тупо стоят потому что они легко заливают комнату и собственно и в миде зоне делать нечего типа босса то добить нахуй 300 лет уже без двух тэшников да похуй сколько его тут лет бить тоже так же как мы и бьем коня ну блять 2 деды 2 роги возьмешь я могу инхам зайти ему похуй нес но ты блять комнаты как выйдешь я убью его просто и все просто прожмёт яра шамана с пониженным уровнем я его просто хорошо плюс у него волки сейчас стан дадут то есть ты стоишь и пока не дамажишь мобов ждешь блять метеориты и комнату да такая логика да а второй получается коба у него станы только есть нет коббан коби нужно клевать он должен я могу спокойно у меня будет хорошо вайда допустим у нас стоит два мили когда это рддшники получается в боссе стоит или нет за боссом позади позади за боссом стоят ну по сути там в метке в трусах например появляется моба они бегут к боссу их перехватывает танк и рдшники даже если с семечком она не зарвется пушим оба умирают ренал станка типа да то есть получают урон максимум блять таки хуйню начал предлагать перед тем как воет решил расставить метки блять вы чего угораете ну просто так получают урон исключительно милики и соответственно прохилить мне количество я говорю я эту хуйню начал втюхивать блять и мне не дали ну так что вы ну и такие интересные а если танк лутает порчу блять его продамаживает блять да похуй ну два без этого я думаю а цепная реакция не получишь два танка же правильно правильно порой танк запирает тот момент на 1 китайца порча этот убегая да на котором порча смотрю не вижу ну ладно короче я ушел пойду построить и видос да ну да да уже не будем что-то сильно время много хорошо до 8 часа потратили в общем чем у кого он сказать судя потому что видно здесь сейчас я вот тебе просто не посмотрю завтра хотите еще раз попробовать нет я думаю нет многовато на этой неделе да отрали бы водой водой до короче говоря только улутая семечка танк он просто тупо отходит